Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. А мы обсудим сегодня понятие факта. Ну, по крайней мере, то, что я думал, чем является сам непосредственно факт. На мой взгляд, факт – это то, что считается реальным или действительным. Это то, что принято за действительное или реальное сообщество, ну, например, ученых, которым необходимо подбивать интерпретации фактов под научные воззрения. Ну, по сути, факт – это интерпретация факта. А, почему? Почему я так считаю? Какие обоснования есть? Потому что есть более, как бы, основательная разновидность фактов. Если вы изучали феноменологию, вы, наверное, знакомы с понятием редукции и с понятием, в общем-то, вещей. И какова цель была у феноменологов? Собственно, очиститься от всего, чтобы воспринимать вещи такими, какие они есть на самом деле. Под феноменологическим фактом можно подразумевать чистый предмет восприятия. Но в таком случае эти факты, они становятся немыми, они становятся негодными для логических и теоретических построений. Ну, то есть, получается, что, например, феноменологический факт, то есть факт, явление. Ну, например, вот, у меня есть телефончик, телефончик, да, старый, старый телефончик. Он вам является, как некая вещь. Есть явление, давайте очистимся от его функции, от того, просто сосредоточим на том, как он вот выглядит. Вот он, вот он, просто телефончик у нас есть. Это факт. Факт. Откинем всю эмпирическую его составляющую, откинем нашу идею о том, что он состоит из материи. Просто явление, просто то, как мы его воспринимаем. Средоточимся на этом. Вот он, без крышки сзади. Все, все. Вот это вот мы воспринимаем в этом телефоне. Это чистый факт. Это чистый факт, абсолютный факт нашего, в общем-то, зрения. Но из него ничего не следует. Без интерпретации вот этого телефона ничего не следует. Потому что вот я его отпускаю, и он летит вниз под определенной силой. Да, есть определенная сила, которая тянет его вниз. Без вот этой интерпретации нет. Нет, нет, нет. Чистый восприятие. Мы воспринимаем, как он просто перемещается. Все. В чистом восприятии нет закона притяжения. В чистом восприятии нет силы тяготения. В чистом восприятии нет материи у этого телефона. Просто происходит с ним то, что происходит. Вот чистый факт. Чистый факт. Чистый факт. Чистым фактом может быть любой пример. И опять же, давайте заметим, что ученые не фиксируют чистый факт вот этого телефона. Для науки важно свести факты всех этих телефонов в определенный якобы факт. Да, то есть создать абстракцию. Абстракцию из кучи наблюдений. Ну вот, да. Вот и получается, что научный факт оказывается интерпретацией. Вне феноменологической трактовки, например, в рамках науки, факты это своеобразные варианты интерпретации тех или иных событий или вещей в науке. Фактором интерпретации служит естественная установка. Да, нам нужна определенная естественная установка, чтобы сказать, что предмет из вот этой вот точки упадет вот в эту вот точку за определенное количество времени. Причем нам важны в данном случае не конкретно предметы, нам важны точки. Да, и определенные математические пропорции между ними. То есть все идеалистическое, все, что не связано с этим предметом, нам становится важным. Физике, например, точно. И это называется фактами. То есть вот, вот настоящий факт. Просто предмет в своей явленности. Сам предмет без всех интерпретаций, связанных с ним. Без каких-либо идей о нем. Просто вот эта вот штука. Вот эта штука, которая проявляется в нашем восприятии. Это феномен. Это факт. А вот феномологический факт получится. А вот научный факт. Это нечто совсем другое. Это как раз то, что считается действительным, реальным. И как вообще факты устанавливаются? Как, например, принимается вот то, что вот это действие является статистически важным. А вот это действие, оно статистически выбивается из всего. И мы должны его удалить, например. Ученые так поступают, да. Они, бывает, из статистики удаляют определенные выдающиеся результаты. Которые считаются ошибками. Да нет. Почему? Вот это все, получается, факты определяются договором. Причем, заранее оговоренная система, в общем, алгоритм научного познания уже определяет, что считать фактом, а что фактом не считать. И это довольно-таки, ну, в общем, тоже это интерпретационно. Это носит характер интерпретации. И это, к сожалению, опять же, говорит о том, что даже научные факты, они теоретичные, они носят теоретический характер. Они не носят характер абсолютной истины. Даже по отношению к маленькому какому-нибудь падающему предмету. Если мы в науке сделали какие-то выводы, например, что вот этот предмет падает отсюда сюда. Вот факт, вот падение, факт падения, например. Наука приписывает еще кучу фактов, кучу сил, воздействующих на вот это. Вот расписывает вот этот вот предмет. Вот он вот здесь. Вот здесь у него стрелочка вниз. И вот что, они тут вот так вот вниз. Вот это все она расписывает. Но это все уже не является фактом. Это уже все является интерпретацией. Или, например, теория эволюции. Что можно сказать про теорию эволюции? Это какие-то абсолютные факты. Мы как будто бы наблюдали теорию эволюции на протяжении миллиардов лет. Хотя человечество, собственно, наблюдает за эволюцией непосредственно больше двух столетий. Ну, то есть, да, вы понимаете, два столетия наблюдений, которые привели нас к теории эволюции. И к абсолютной убежденности в этом против миллиардов лет потенциально. Которые мы не наблюдали. Это тоже все интерпретации. Это не абсолютные факты. Ну, кости лежат. Что такое кости? Окаменелости какие-то. Они на камни даже больше похожи. Я не говорю, что теория эволюции абсолютно неверна. Я просто говорю, что есть разница между костью непосредственно и костью воспринятую как кость динозавра какого-нибудь. И причем составление вот этой кости динозавров полноценок. Это все интерпретации. Все абсолютные интерпретации. Это не стопроцентные факты, которые нельзя спорить, нельзя подвергнуть сомнению. Нельзя как-то вывернуть их. Можно вывернуть? Можно. Можно сказать, что дьявол. Креационизм. Да, сейчас вспомним. Это, конечно, шутка будет. Но готовьтесь. Готовьтесь к логичному, в общем-то, освещению научных данных. Допустим, дьявол поместил вот эти вот кости динозавров в определенной последовательности под землю. Да, вот все. Причем это не кости динозавров, не кости какие-то существа, а просто вещи, предметы, похожие на эти кости. А мы их интерпретируем как живых существ. Вот эти вот обманки, так скажем, дьявольские. Ну, это шутка, конечно. Все могло быть намного сложнее, намного иначе. И естественная установка, она, конечно же, помогает ученым интерпретировать их находки. То есть, когда ученый находит кость, это не кость, конечно, это телефон, но когда ученый находит кость, он интерпретирует ее уже заранее как принадлежащую к тому или иному существу. Притом пытается найти это существо среди вот этих многих костей, пытается восстановить определенные какие-то закономерности, которые на самом деле могли просто не вылиться, например. Но по естественной установке, по естественной логике, по договоренности ученых, все это якобы как бы существовало. А на самом деле ситуация могла быть значительно сложнее. Дьявол это просто шутка, по сравнению с тем, что могло бы быть очень логичное, между прочим, но шутка при этом. Система мира могла быть намного сложнее. Даже тоже креационизм, к сожалению, не имеющий достойных последователей, мог бы обосновать свою правоту, я считаю. Не шесть тысяч лет, например, существовал мир, но огромное количество, но при этом все создал Бог. И, допустим, динозавры постепенно вымирали. Или что-нибудь еще, или какие-нибудь причины, по которым кости окаменелости располагаются именно в определенном порядке под землей. Вот тоже это можно как-то дообосновать, что-то придумать. Но я не буду это придумывать, потому что я не креационист, в принципе. Система мира могла быть намного сложнее. И факты в этом смысле это лишь просто поверхностные интерпретации действительности. А вот эти факты, вот-вот факты, феноменологические, они не мы. Они ничего нам не говорят, совершенно ничего. Ну, лежит камешек в какой-то форме кольстей. Что он нам может сказать? Какие выводы мы можем сделать без естественной установки? Да никаких, по сути, мы не можем сделать выводов. Реально, если так подходить, феноменологический предмет, и все. Явление. Он нам явился. На этом мы останавливаемся. Вот что такое настоящий факт. Настоящий факт без различных интерпретаций. А научный факт – это интерпретация. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю внимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok